Привет-привет! Время пришло для свежих студенческих новостей. И как всегда в курсе всех событий команда Универ Ньюз. Меня зовут Гульфия Мутугульна. Сегодня в выпуске. Первокурсники против стихии. Концерт в честь Дня Знаний состоялся под открытым небом. Вот и лето пролетело. Праздник знаний отметили айтишники Казанского университета. Будущее акулы-пера. КФУ встретил первокурсников-журналистов. День Знаний праздник не только для школьников и первоклассников, но и для студентов. В этот день для первокурсников всех вузов Казани прошли торжественные мероприятия. Одним из первых событий дня стал концерт на площади перед центром семьи Казан. День Знаний 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 на глазах желали своим воспитанникам не только академических, но и творческих успехов. И у этих ребят все обязательно получится. Ведь лицей уже долгие годы обеспечивает качественное образование через саморазвитие, сотрудничество и осознанный выбор. В 2016 году в лицей поступил 171 новый учащийся. Многие из них после выпуска станут студентами Казанского федерального. Ксюша Цзен, Ленардо Витьяров, Универньюз. А сейчас пришло время самых ярких и интересных новостей Рунета. В эфире рубрика Веб-Ньюз. В Татарстане стартовала всероссийская акция «Живи лес», призванная привлечь внимание общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств. В Казанском Кремле в тестовом режиме проходит испытание денег нового образца. До 5 сентября вход можно оплатить 200-рублевыми сувенирными купюрами, полученными в ходе акции 200 Казань. Мэр Ильсур Медшин сообщил, что в Казани к началу нового учебного года отремонтировали 138 школ, в которых первоклассниками станут 14,5 тысяч ребят. В Аль-Марджане, одной из древнейших мечетей Казани, начали раздавать Wi-Fi. Пользоваться интернетом могут не только служители, но и прихожане с туристами. КФУ объявляет набор на бесплатные курсы татарского языка. Занятия начнутся в сентябре и будут проходить два раза в неделю. Вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Количество дополнительных вопросов в теоретической части и количество заданий на практике увеличились. При IT-лицее КФУ стартовали курсы для IT-профессионалов и курсы IT-грамотности для всех в возрасте от 4 до 60 лет. В этом году Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ претерпел значительные изменения. В частности, отделение журналистики было преобразовано в высшую школу журналистики и медиакоммуникаций. О том, как школа приняла первых студентов и магистрантов, расскажет Диана Авакян. Первокурсники высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ навсегда запомнят свое первое сентября. Торжественную встречу с руководством школы они провели в стенах актового зала КФУ, свидетели всех главных событий университета. Директор отделения Леонид Толчинский в своей речи подчеркнул, как важно ярко провести свой первый день в качестве студента. Я очень рад, что у вас он состоялся в актовом зале, в императорском зале Казанского федерального университета. Это действительно такая колоссальная история, но и что не важно, такая же яркая, красивая история жизни, такая вот здесь дарована многим выдающимся личностям. В ходе мероприятия ребятам рассказали о том, как с пользой провести студенческие годы. Ведь это не только учеба, но и активная научная, спортивная и творческая жизнь. Реализовать себя в стенах вуза может каждый. К тому же Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций каждый год участвует в спортивных спартакиадах, в директуальной весне и различных молодежных фестивалях. Все это ждет их потом, а пока новоиспеченные студенты получили свои главные документы. Пестижный вуз, получается хорошее образование и вообще хороший ход в будущее. Я очень рада, что получила наконец студенческий билет, то есть новая жизнь. Это очень круто. На самом деле я уже весь 10-11 класс грезила КФУ, потому что, я не знаю, если честно, был вуз моей мечты. Я очень счастлива, что я все-таки студент КФУ. Просто счастлива, просто слов нет. Диана Вакян, Роман Самарин, Универньюс. На сегодня у меня все. И помни, людям невозможно дать чужие крылья, они должны вырастить свои. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!